Всем приветики! Купила себе такой вот бокс для жесткого диска 3,5 дюймового. Для 2,5 дюйма я уже недавно делал распаковку, обзор и установку. А, это для 3,5. У меня два жестких диска. Этот на 3 терабайта на 3,5 дюйма. Еще есть на 250. В принципе, этот можно использовать как хранилище, просто присоединять к компу. И, соответственно, для него нужна коробочка, чтобы он не просто так валялся. Он и в компе не нужен, потому что, по сути, он нужен только, чтобы подсоединить, скинуть на него что-то и отсоединить. И чтобы в компе он стоял не нужен, и чтобы валялся просто так, тоже не очень. Поэтому было бы неплохо его поставить в такой вот корпус. Ну, собственно, вот он корпус. У меня второй диск на 250 гигабайт. Тоже валяется. Тоже 3,5 дюйма. Тоже можно... Ну, для него нужен тогда уже другой корпус. То, что, естественно, этот, скорее всего, для этого понадобится. Ну и, собственно, вот в такой коробочке он прибыл. И вот так вот она выглядит. H-Star. 3.0 поддерживает. Самое круто, что здесь индикатор есть. И, типа, если подключаешь его к USB 2.0, он горит синим, а к USB 3.0 зелёным. То есть по цвету можно будет видеть, как оно подключилось, по 2.0 или по 3.0. Поддерживает 4 терабайта. У меня 3 терабайта. Кстати, я понял, что чем больше... Если диск больше 2 терабайт, то это как-то не очень. Потому что он более шумный, более вибрирующий, как бы. Ну, прям ощущаете, как он шумит. Такая вот коробочка здесь его. Функции. Здесь есть даже блокировочка. Индикатор. Подсоединение. Переключение мощности. Питание. Индикатор включен. Включен, выключено. Это индикатор активности жесткого диска. Ну, вот так оно нарисовано вставляется. Здесь одинаково, да? Здесь, в принципе, тоже. Самое жёсткое, что там что-то трясётся. И это как-то не очень. Оно должно быть как-то закреплено. Оно всё болтается. Это как-то неприятно. Ну, вот здесь, собственно, комплект поставки. Что идёт в комплекте? Подставка, кабель, ну, типа питание, блок питания, винтики и инструкция. Ну, и сам, естественно, кейс. Простой в установке или удалении. Поддержанный 4 терабайта. Индикация. Функция автостопа. Ну, в общем, и все версии Windows поддерживают от XP и выше. Даже macOS поддерживает. Такая вот коробочка. И здесь вот она заклеена. Её ещё зачем-то дополнительно заклеили. Кстати, скотч. Я скотч отдирал отсюда. Вот она. И мы разрезаем. Теперь она открыта. Вот внутри, получается, у нас лежит H-Star. Сам бокс. Вот он бокс. Заклеен в пакетике. Вот так вот он выглядит. Ой-ой-ой, фокус не ловится. Кстати, прикольная такая поверхность. Смотрите, как будто бы какая-то алюминиевая. То есть, вот так вот она выглядит. Такая, как, ну, такая, как матовая поверхность, но она алюминиевая. Вот. Довольно-таки интересно смотрится. Здесь блокировка, типа, так разблокирована, так заблокирована. А что она блокирует? Чтобы корпус не открывался. Или чтобы из диска данные не считались, не записывались. Здесь какие-то отверстия. Здесь лампочка. То, что бокс включен. И сюда питание подаётся. А эта лампочка то, что идёт доступ к к диску жёсткому. И сюда кабель USB 3.0. А здесь питание выключено. Включено. То есть, получается, нажимаешь выключено. И что погасло здесь. А включено, загорелось здесь. А когда начинается что-то отчитаться или записываться, здесь горит? Но это ещё пока неизвестно. Вот. Ну, такая вот коробочка сзади. Что у нас? Что-то оно как-то так проклеено плохо. Ну, а здесь, получается, снимается вот эта штука. Наверное, надо потянуть вниз, я так понимаю. По логике здесь нажимаем. Ой. Сейчас бы ещё сломать. Ну, ладно. Может, инструкцию надо почитать. По логике вот так должно сниматься, мне кажется. Ладно, ладно. Хорошо. Надо инструкцию почитать. Ну, здесь просто такая крышка получается. Это подставочка. Вот она. Какая-то немножко подцарапанная какая-то. Вроде и новая вещь. А зачем его ставить на подставку? И как оно ставится? А, вот сюда вот эти две дырочки и здесь дырочка. То есть, вот ножки, она может как-то так стоять. Типа вот так. И так лучше. А можно и так ставить. Ну, вот эти вот ножки. Опа. Он ещё защелкивается. Ничего себе. То есть, там ещё даже можно... Я думал, оно просто упрётся. Типа и под наклоном будет стоять. Типа вот так вот. А, нет. Оно ещё типа защелкивается. Ну, мне кажется, это странно. То, что он так будет стоять. Типа... Жёсткий диск, мне кажется... Ну, типа, ему проще, наверное, вот так будет работать, чем вот так. Не знаю, зачем, чтобы он именно так стоял. Оно же в компьютере, в основном, диски вот так стоят. А так, это как-то, мне кажется, не очень. Ну, это, мне кажется, на самом деле, я не знаю. Да уж. Там получается какой-то защел... Ну да, здесь, получается, есть какие-то... Там внутри пакета или что это такое? Какая-то белая штучка. Там внутри что есть? Не, мне кажется, поставка эта мне не нужна будет. Я не хочу ей пользоваться. Так. Ну, всё, больше здесь ничего нет. Ого, кабель такой добротный. Такой здоровый, длинный, толстый. Самое интересное, что для бокса 2,5 дюйма кабель USB, который шёл в комплекте, был, во-первых, коротенький. Где-то был, наверное, вот такой. Вот такой, наверное, был. Во-первых, коротенький, а во-вторых, тоненький, тоненький. А здесь, во-первых, длинный, где-то может... Либо метр, либо чуть больше метра. Во-первых. А во-вторых, он такой толстый, огромный, ещё себе прям такой добротный. Реально чувствуется, что здесь по нему много может пройти. И электричество, и данных, типа, здесь вообще всё, типа, круто. И видно, что синенькая, типа, USB 3.0, как обычно. И здесь... Но здесь специфический такой разъёмчик. У меня такой же разъёмчик на этом, на бесперебойнике. Но там 2.0, а здесь 3.0. Потом два винтика зачем-то. Блок питания, кстати, просто пакетики не закрытым, не заклееным. Вот он такой вот блок. Лампочки здесь, наверное, нет никакой. Что здесь пишут? 12 вольт, 2 ампера. 24 ватта даже, даже ватты пишут. В идее, нужно быть хорошей. Ну, типа, обычно то, что в комплекте идёт, оно хорошее. То, что отдельно покупаешь на каких-то там сайтах, типа Алиэкспресса, там может быть некачественно. А здесь, по идее, должно быть качественно. Хотя всё может быть некачественным, на самом деле. Любая железячка может оказаться некачественной. Но, по идее, то, что идёт в комплекте, должно быть более качественным. Ну, провод длинный, на самом деле. Тут, получается, защита такая, как заземление такое. Бочонок заземления. Вот он кабель. Штекер. Здесь такой, типа, бочонок заземления. Ну, и сам провод. Я думаю, метра сколько? Метра два, наверное. Не, не два. Ну, полтора-два метра, где-то так примерно. На взгляд, на скидку. Без лампочек, без ничего. На вид тоже такой хорошенький блочок. Тут что? Этот кабель такой толстый, длинный. На вид такой добротный. Что? Облачок вроде тоже добротный. Так. И инструкция. О, даже на русском. Ничего себе. А как так? Здесь английский и русский, а здесь только русский. Тогда, по идее, самое интересное, что здесь вот все надписи. Ну, вот здесь сбоку все на английском. Там сверху все на английском. И только здесь русское. А здесь что? А здесь что? Полностью все русское? А как так? А почему там тогда не все русское? Как-то странно. На коробке все английское и маленький кусочек русского. А здесь, наоборот, все русское и ничего английского? Как так? Должно было быть два варианта. А если здесь только русское, так значит коробка должна была быть только русской. Как-то странно реально. Зачем тогда коробку было делать с низкими надписями, если инструкция полностью русская? То есть тот, кто взял и не понимает русского, но взял за то, что он типа на коробке английские надписи, он уже инструкцию не поймет. Руководство пользуется. Не, ну это круто то, что на русском на самом деле. Ну просто странно, что у них как-то так. Так, модель. Поздравляем с приобретением нашего продукта. Для нас удовольствие предоставить вам качественную продукцию. Это хорошо. Меры безопасности. Не трясите, не раните жесткий диск. Ну это понятно, да. Жесткий диск в этом плане, да. Боится всех этих трясок, ударов. Вот. Системные требования. Ну это да, это понятно. Это все нужно исполнять. Все, что пишут. Это да. Требования. Технические характеристики. Дальше. Ну читать я инструкцию не буду. Я просто покажу в камеру, кому надо. Может поставить на паузу, в принципе. Вот раз на паузу. И почитать все, что здесь написано самому. Ну вот, можно глянуть, как он открывается. Типа. Так, что здесь. Разъем питания. Как оно работает? Типа. Подожди. Как открывается? Просто стягивать? А, здесь две защелки. Не одна, а две. Просто их нажать и стянуть, да. Ставить жесткий диск. Подожди, здесь что пишут. Так. То есть я все правильно делал. Ставить. Закрутить его винтами, чтобы он не дергался. Это, кстати, круто. И закрыть сверху крышкой. А затем заблокировать, чтобы крышка не двигалась. А, у меня может быть крышка заблокирована? А, да. Лол, точно. У меня крышка. Крышку надо разблокировать. А там об этом пишут в начале. А, да. Надо разблокировать. Ой. Вот в чем дело было. Потом поставить сюда. А если снять, то отщелкнуть, да. Вот почему не стреляло. Не заряжено было. Установка драйвера. Установится автоматически. В системах. От XP и выше. Месточек на питание отдельное. Кстати, да. Хорошо, что сюда приходит отдельное питание. Потому что без питания. Как уже в прошлом видео вы видели, что оно... Где я пытался его запитать от бокса 2,5 дюйма без дополнительного питания. Этот жесткий диск не завелся. Не хватило ему питания. А здесь отдельное, собственно. Поэтому хватит. А от USB не хватает ему. Ну и в итоге что получается. Дальше просто... Если хотите отключить от компьютера, обязательно используйте внешнее... Ну, типа отключения. Нажать кнопку. Поизвести диск. Чтобы он остановился. Кстати, это важно. Получается, когда жесткий диск включается... Получается, его голова где-то стоит. Допустим, здесь. Или здесь. Не знаю, где он там стоит. Когда он включается, эта голова считывающая заезжает на диск и начинает считывать. А когда выключается, она уезжает обратно и паркуется. И по идее, когда вы его вставили через USB-шник в комп, эта голова поднимается из того места, где она запаркована. Она заезжает на диск и начинает считывание. Когда она нажимает кнопку отключить, ну там в Windows извлечь, она отъезжает и паркуется. А если вы выдернули, то есть Windows не дал команду, что выключится, то есть он не заехал, не запарковался. Она так и останется голова лежать на блине, на этом диске железном. И, соответственно, если вы будете его куда-то перемещать, просто даже двигать ему, эта голова будет ездить по жесткому диску и может его поцарапать. А когда она запаркована, естественно, если вы его уроните, она даже там может повредиться. А если вы не уроняете, а просто двигаете, то с ней ничего не станет, потому что она запаркована. А с диском ничего не станет, потому что голова там запаркована, считывающая. а если вы выдернули то есть она не запарковалась она будет ездить вы будете вот просто двигать и она будет там ездить ездить и может поцарапать поэтому нужно именно отключать это важно форматирование это понятно дальше рассказывать как делать форматирование но это мне кажется и так всем понятно хранение срок службы 24 месяца потому что а по через 24 месяца что она перестанет работать или что где изготовлено тайвань вот это и ванцы молодцы они они тайване вроде хорошо делает и в итоге что получается разблокировать а дальше у изи ничего себе блокировка не дает не дает вылезти ничего себе вот почему не стреляла не заряжена было а вот куда она упирается вот что здесь такое то вот эта штучка здесь зачем же на защелкиваешь чтобы на эту штучку потихоньку отрывала она же приклеена по идее есть он для такие защелочки есть они они не защелочки просто такие направляющие палочки здесь тут есть тоже такие палочки он они вот как бы такие по которым сам саласки это по которым она ездит типа а здесь он блокировочка типа щелка она не дает выйти а есть вот эти вот получается вот они мягкие поролончику ту мягкие здесь и здесь он держите по жесткий диск она что она блокируется типом как она блокируется мы разблокируем она типа зовут эту штучку держите когда тянул она вот эта штучка типа не так и сломать можно хорошенько потянуть а что это такое что за такие штучки у нас в какой-то грязи или что это что это такое вот только эта пленка не не доклеена или что это такое ничего не понятно он сюда вставляется конъекция жесткий диск он они разъемчики можно попробовать в принципе мне кстати кажется что но это получается как алюминий такой вот он а это какая-то пленка типа который защищает типа который защищает алюминий ну типа отсоединяя это номер или менее это же металл и что типа здесь ничего не замкнулась об этот металл она типа на такой пленкой наклеена эти пока какой-то когда на телефон когда клеишь и пузырьки там под пленкой остаются если плохо наклеил так и тут кому-то было тоже такие пузырьки ну можно попробовать поставить жесткий диск туда правда нас пыльный надо вытереть ну вот собственно протер один должен лезть сюда как они говорят на 4 терабайт поддерживать то есть надо так вот ставить как они говорят вставили а дальше упа то есть блин он так ударяется жестко то есть мы аккуратненько так вставляем вставляем опускаем и уронил на самом деле нельзя уронять опускаем дальше я и давим и он вставляется что-то на не одевается туда не знаю на не хочет ну в общем я немножко разобрался получается мы вот так вот берем вставляем его ну так поближе он туда и он все села то есть если такой зазорчик а здесь зазорчика уже нету ну то есть получается мы его ложим поближе вот к этому краю и легонечко давим и он защелкивается и так же и так же вытягивать если потянуть то он отщелкнется то есть вот если потянуть ну все отщелкнулся достаем но она не получается так чтобы она на них села то есть аккуратненько так ложим на 3 терабайта сюда подходят получается там вставили моего туда потом поджимаем он все он так легонько зашло все теперь он подключен реально 3 терабайта то есть она 4 терабайта реально поддерживать потом на эти салазки одеваем кстати из-за того что там вот эти штучки паралончик вот этот вот который там был он уже плотненько но так ну так туго идет что-то поролончик упирается получается вот поролончик который с той сторона упирается все взошло а дальше она в принципе она может и обратно уехать чтоб она не уехала мы типа блокировку включаем а там же нужно было еще закрутить винтики сюда сюда винтики нужно закрутить чтобы она не двигалась блокировочку включаем и все она уже не не открывается заблокировалась хотя зазорчик здесь есть странно по идее не должно быть вот начнешь оттягивать зазорчик появляется но она но это немножко держит не дает не дает идти но зазорчик изначально тянуть появляется назад прижал она исчезла такой увесистый уже стал но так приятнее так намного приятнее чем без корпуса кстати единственное что меня беспокоит это вот это вот эта вот вот эта вот штучка вот написано don't cover this hole то есть не закрывать это отверстие то есть вот don't то есть не не cover типа защищать что такое закрывать прикрывать как прикрыть прикрыть по моему don't не то есть не прикрывайте this hole это отверстие не прикрывать это отверстие вот это отверстие типа я не знаю для чего оно надо а мы его получается прикрываем ничего ли это страшно или имеется ввиду вообще типа и или имеется ввиду вот такой вот не закрывать то есть полностью а если есть небольшой зазорчик уже здесь есть, то ничего страшного, это для проветривания или что. Но хотя они же делают вот эту штуку, наверняка же они это учили. Но так приятнее выглядит, чем просто железяк. В корпусе конечно же покруче смотрится и получше. Ну и два болтика, их надо закрутить. По идее, чтобы диск не дрыгался там внутри. Вот этими болтиками, что идут в комплекте, надо его зажать. А то вдруг он будет там дрыгаться. Кстати, это грамотное решение, зажать диск. Правда, оно как-то так не посередине, оно должно быть посередине. Или там все продумано или что. Мне кажется, оно не крутится, типа. Потому что оно должно посередине попасть. А оно не попадает. Именно поэтому мы снимаем крышку, как нам тут сказали. И сначала закручиваем винты. То есть, приподнимаем вот так, чтобы оно было посерединке. Но тогда оно, наверное, закрыться будет мешать. Потому что, типа, если приподнять, то оно повыше становится. Хотя оно уже сейчас напряг идет. По идее, отверстие должно быть трохи пониже. Потому что, типа, вот так оно приподнято, а вот так оно лежит. Но тогда отверстие высоко получается. Может быть, типа, это с тем расчетом, что там будет диск поменьше лежать. Типа, не два терабайта. Ну, типа, до двух терабайт. Ну, в общем, я закрутил, пока видео на паузе стояло. Но суть в том, что эти винтики, они короткие. То есть, я его сюда закручиваю. То есть, если я, получается, вот закручу этот винтик полностью, допустим, и он прижмет эту сторону полностью. Ну, то есть, если он прижмет русский диск полностью к этой стороне, вот этим винтом, то я тогда уже не смогу этот закрутить. Потому что он просто банально настолько короткий, что не достанет. И мне пришлось расслабить этот винт. Ну, сначала его закрутил полностью, и этот винт не достал. И тогда я отжал его, он немножко отодвинулся, и тогда этот немножко там кончиком зацепился. Ну, какое там пространство. Он в воздухе сколько там пространства. И здесь, получается, не до конца. Он на зазорчике есть. То есть, получается, они короткие. Если этот выкрутить, а этот зажать полностью, то этот не достанет просто. Хотя, по идее, должен достать. Если был бы длинный, но он короткий. И в итоге он просто, ну, короче, пришлось их ослабить немножко, чтобы оно с двух сторон достало. Ну, и в итоге всё, уже держится, не болтается. Закрутились два. Ну, и, естественно, так как оно поднялось выше, ну, получается, недоработка. Во-первых, они короткие, винтики слишком короткие. Во-вторых, отверстия слишком, получается, высоко, должны быть ниже. И оно получается, во-первых, ну, получается, во-первых, винтики не до конца держатся лишь краешками. Чтобы они держались, нужно реально их краешками цеплять. Потому что один тогда нет. Если один полностью закрутить, второй не достанет. Это во-первых. Во-вторых, отверстие ниже, чем надо. И приходится приподнимать жестко-диско выше. И из-за этого туже надевается крышка. То есть, она надевается. Но прям чувствуется, как вот эти вот поролончики, они, как они сильно упираются. Если сразу оно легче надевалось, то сейчас вот оно прям с таким усилием, так прям, так прям сильно надо давить, как бы. Вот. Короче, не доработан, ну, как бы не сильно доработан, не сильно доработан, то есть, не продуманно в этом плане. Ну и дальше можно затестить, будет оно работать или не будет на компьютере. И как оно вообще выглядит, когда работает. Хотя сначала можно проверить блок питания. Вставляем мультиметр. Подсоединяем мультиметр к блоку питания. И видим, что он выдает... Расчет заявлено 12 вольт. 12 с половиной. Ну, в принципе, нормально. Главное, чтобы не 20. Чтобы не спалил жесткий диск. Ну и так, вот он лежит на столе. Довольно-таки интересно, красиво смотрится. Реально приятно. И столик такой черненький. И, получается, и жесткий диск такой лежит черненький. В черненькой коробочке. Ну и вообще, то, что он в целом в чехле, в таком, в корпусе. Это приятненько смотрится, чем он просто валяется, как железяка. А так у него, типа, свой корпус. Уже, типа, круто. Ну и дальше мы просто берем... Подсоединяем... Питание. Вот оно, питание пришло. В корпус. Кстати, интересно было бы разобрать, посмотреть, какая там плата всем этим управляет. Ну, я думаю, не стоит. Все-таки на него же еще какая-то гарантия есть. А если мы поковыряемся, то ее уже просто-напросто не будет. А нам это надо? Нам это не надо. Так, подсоединяем ее из бишечку. Вот она какая. Ну и все. Дальше что делаем? Проверяем, что он был в положении выключен. Прежде чем подать питание, смотрите, что было положение выключено. Затем... Затем... Затем нужно подать питание. Подаем питание. Ну, а дальше, наверное, сначала включить, а потом вставить в USB-шку. Или, наоборот, сначала вставить в USB-шку, а потом включить. Это надо сейчас инструкцию, наверное, глянуть. Чего-то этот момент упустил. Ну, здесь, кстати, нет такой особой информации. Единственное здесь, что написано, это то, что вот... Вставить жесткий диск, закрыть его крышкой. Дальше вставить корпус в стенд. Ну, вот в эту штучку, которая с ним в комплекте идет. Хотя, мне кажется, с ней вообще ненадежно. Или вот он так лежит, типа, и все, вот он лежит и никуда не денется. Или он на этой штучке стоит. Это же, получается, вот она стоит. И здесь еще такая... Будет сам вот этот вот корпус стоять. То есть, ты можешь легко вот, например, тянуться за наушниками и опрокинуть. А представляете, если вот жесткий диск так вот стоит? То есть, вот так вот на этой штуке. То есть, таким вот образом стоит. И раз вы тянетесь, то есть, это он будет вот так стоять. За наушником. И вся эта штука упадет. Ну, то есть, вы зацепили, но случайно. Понятное же дело, что... Понятно же, что специально никто так делать не будет. Но вот вы, допустим, потянулись за наушниками или еще за чем-то. Обычно это делается... Обычно так происходит, когда что-то спешишь, что-то делаешь. Типа, резко за чем-то потянулся. Раз, опрокинул. И вот представьте, жесткий диск просто так хлоп. Запросто может потом оказаться, что у вас раз, и уже что-то не читается. В том месте произошел удар. Выбил какую-то царапину. То есть, она хлопнулась. Где-то там голова по железному кругу этому прошлась. Читающая, считающая голова прошлась по жесткому диску. И жинь, такая царапина. И все, и там уже все, что было, уже не читается. Или раз, вообще перестала работать. Поэтому, мне кажется, вот эта подставка запросто может раз. Тем более, что на ней такая здоровая штука будет лежать. Она запросто может перевернуться. Поэтому нет. Вот это вообще ненадежно, как мне кажется. Ну и вот. Получается, они говорят, поставить на эту штуку. Хотя, я думаю, не стоит этого вообще никогда делать. Присоединить USB кабель к корпусу и компьютеру. А дальше следить адаптер питания с корпусом, вот с этим. И с источником питания, то есть с сетью. А потом, видимо, передвинуть вот эту штуку. То есть, сначала вставляем USB. Потом включаем питание, я так понимаю. Тут конкретной инструкции нет. А значит, где моя USB? Вот она, USB. Вставляем. Ну, я вставил, на компьютере пока что еще ничего не происходит. Вообще ничего. Ну, потому что и питание не подается, как бы. Поэтому... Что мы делаем? Сейчас я открою... Компьютер. Мой компьютер открыл. Вот теперь включаем. Нажимаем ON. Ого! Здесь загорелось красное, что подается питание на этот корпус. А зеленое загорелось. Там, в общем, это драйвера устанавливаются. В общем, как включил питание, сразу загорелся. Вот этот вот красный индикатор загорелся, говоря о том, что включился корпус. А зеленый индикатор загорелся, говоря о том, что корпус подключен по USB 3.0. Если бы загорелся не зеленым, а синим, это означало бы, что он подключен по USB 2.0. И когда начнет, типа, мигать, тогда это будет означать, что к нему обращаются. Но там произошла какая-то штука такая непонятная на компьютере. В общем, сейчас покажу. Получается, устанавливалось автоматическое программное обеспечение. Типа вот. И не нашел драйвер. То есть, почему-то вот оно... USB 2.0 от А, USB 2.0 от А, бриджа, что-то такое. Устройство извлечено, а Hitachi, ну, это как раз такие жесткие диски, которые мы восстанавливали, USB девайсы готовы к использованию. Но при этом жесткий диск не появился. То есть, здесь ничего нету. Ну, вроде как. То есть, странно. Как-то странно. Хотя я не помню, были ли у меня на нем файлы, ну, типа, были ли там разделы, или не были. Надо глянуть. И слышно, он, кстати, гудит так. Там уже слышно гудит внутри. В общем, как оказалось, я открыл диспетчер дисков. Вот он, диспетчер дисков открыт. И показывает, что этот диск... Вот он, да, он подключен. Но она его увидела. Вот он. 3 терабайта. 3 терабайта. У этого разделы. Но он отключен из-за конфликта подписей с другим диском, находящимся в сети. Потому что на этот диск установлен клон системы, которая стоит тут. То есть, я сделал клон системы, вот этой вот, систем D, систем C, и записал ее на этот диск. И так как сейчас этот диск уже работает, то этот диск, на который сделан клон системы, оно отключило, потому что, получается, у них одинаковый идентификатор. То есть, оно увидело, что там и тут одинаковый жесткий диск. Ну, копия. Я отключила. Так что, получается, все работает. Просто из-за того, что оно видит, что это точно такой же клон, как, ну, то есть, получается, вот это. Клон вот этого. Оно из-за этого отключило его. Ну, и вот, получается, я нажал извлечь этот диск. Ну, там в системе нажал на USB-шку, извлечь устройство, и здесь лампочка погасла. И жесткий диск перестал гудеть. Все, он уже не гудит. Вроде. Да, не гудит. То есть, получается, питание на бокс подается, но жесткий диск уже отключен. И теперь, смотрите, можно нажать кнопочку выключения. И когда мы нажимаем выключить, там пишут, что устройство извлечено. То есть, по идее, да, вы сначала вставляете сюда штекер питания, вставляете штекер в сеть, при этом убедившись, что здесь выключено. Затем вставляете USB-шку сюда, вставляете в комп, а затем просто нажимаете включить. Подается питание, все включается. А когда попользовались, нажимаете извлечь флешку, здесь гаснет, и вы выключаете. В принципе, он работает просто, что здесь, получается, у меня клон стоит система, поэтому оно не запустилось, потому что она видит, что здесь точная копия того диска, который уже стоит, и она не понимает, как так. Она его загрузила, увидела его разделы, но отключила, чтобы не было конфликта. Видимо, я не знаю, чтобы ничего нигде не слетело, ни тут, ни там. Но я, в принципе, могу перезагрузить комп, подключить тот диск, зайти на другую систему и посмотреть, ну, как загрузится ли этот диск, по идее, должен. Ну, в общем, я сейчас загрузился в Windows 10, и тот жесткий диск отключил вообще от компьютера физически, ну, то есть провода от него отключил, копию, из которого создана на этот диск. И сейчас можно попробовать его включить, посмотреть, что будет. Ну, по идее, все должно работать. Кстати, круто, что Windows защищает жесткие диски, если видит одинаковую копию, ну, то есть, чтобы там ничего не слетело. Вот это вот реально круто, что она, типа, заботится. А то мало ли вдруг реально бы что-то слетело, обидно было бы. А так нет. Windows не даст. Включаем. Сразу слышно, не знаю, слышно, был там или нет. Вот такой свист был. Ого. Он уже слышно был там... Ого. Пошло обращение. Подмигивает. Слышно было, он здесь свистел и затрещал немножко. Пошло обращение. Ну и, собственно, вон все диски и появились, о которых я говорил. Копия, копия, как и в той системе, вот клоун той системы, сустим-д, сустим-е, ну, сустим-сустим-д, и диск-один. Это как раз-таки у нас и была копия той системы, клон. Ну и вот он. Вот он наш диск. Два, три терабайта. А вот они все разделы. Теперь они уже работают. Потому что система их видит. Ну и, собственно, понятно, что оно работает. Вот они как бы... Вот оно все есть. Я бы открыл бы, что-то показал, но не знаю, где там что есть. В принципе, я нашел, что вам показать. Вот на этом диске можно открыть котика. Вот котик работает. Так что все, в принципе, работает. Ну и теперь можно извлечь его. То есть мы нажимаем на кнопочку. Кстати, вон оно горит. А когда начинаем обращаться к жесткому диску, нажимаем диск, да, вот, открыть. Он подмигивает. Нажимаем открыть единичку котика. Странно, что он не мигает. Он уже еще считывается, должно мигать. Ну ладно, не важно, как бы. Вот сейчас побмигивает, но оно должно было раньше начать мигать. Хотя, может быть, оно в прошлый раз уже успело какую-то часть загрузить. Но сейчас постоянно мигает, да, потому что он постоянно грузит. И он, кстати, пощелкивает. когда оно стояло в компе, оно так не щелкало, как щелкает здесь, когда стоит в боксе. В компе оно... Тут прямо вот послушайте. Я не знаю, слышно оно там или нет. В реале оно так вот тёк-тёк-тёк-тёк-тёк-тёк-тёк-тёк. Оно как-то, ну реально, когда оно стояло там в компе, оно так не щелкало, а в боксе щелкает. Я не знаю, почему так. Наверное, питания не хватает. Обычно говорят, что если жесткий диск щелкает, ну именно внешний жесткий диск щелкает, значит ему питания не хватает. Значит, эта штука слабоватая для 3 терабайт. Наверное, если бы сюда поставить ту мою 250-ку, 250 гигов, которые у меня есть, они, наверное, нормально будут работать. Но для 3 терабайт вот этого мало. Слабоватая эта штука. То есть, оно выдает 2 ампера, может быть, надо амперу. 5, я не знаю. Это давно щелкать не будет. Ну вот, и получается, что мы делаем? нажимаем «Извлечь». Так, тут обновление, оно постоянно пытается мне впарить какие-то. Так, вот оно показывает мой жесткий диск. Извлекаем. Сразу вот и отсюда исчезло, и отсюда все исчезло. Вот оно. Остался только Samsung и другой жесткий диск. И здесь исчезли эти 2 терабайта. И здесь погасло. Ну, кстати, в десятке, когда я подсоединял этот жесткий диск, не было написано ничего про драйвера. А в семерке оно хотя бы пишет, какие драйвера устанавливают. А в десятке оно никогда не пишет. Оно просто сразу автоматически там что-то находит, устанавливает и даже не уведомляет. В семерке хорошо ты хотя бы видел, что оно устанавливает. А в десятке ты не видишь. Оно что-то установило, но я об этом даже не знаю. Ну, и вот дальше просто выключаем. Эта штука гаснет. А здесь включить, оно снова как бы подключится, заработает и снова появится. Все эти разделы. Ну, вот в принципе и все. Можно подвести итог. Получается, я уже даже проверил другой жесткий диск. Я этот на 3 терабайта достал оттуда. поставил сюда на 250 гиг. И получается самое что интересное. На 250 гиг. Не достает до конца. Вот он какой. То есть здесь реально пространство для 4-гигового жесткого диска. А для 2 терабайт ой, 4-терабайт а то, что 2 терабайта там где один, блин. То, что для 2 терабайт один, блин, а 3-4, это уже 2, блин. И получается, вот эти штучки, которые амортизируют вот этот, потому что он как раз до них достает, до этого даже не достают. И получается, эти винтики как раз нужны 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 такого вот маленького 3,5-дюймевого жесткого диска, который не достает до конца. Потому что получается, если не прикрутить его, то он будет болтаться. то есть вы когда будете поднимать, он будет падать. И для этого нужны винтики, чтобы именно его держать. А этому получается винтики не нужны, потому что он достает до самого верха и будет упираться вот в эту штуку и болтаться не будет. То есть когда вы закроете, оно придется в эти амортизирующие подкладки и болтаться не будет. И собственно ему вот эти винтики не нужны. Вот для чего они нужны оказывает. Чтобы такой маленький жесткий диск, у которого один не болтался, а у которого два он и так не будет болтаться, потому что он уже будет упираться сюда. При этом я проверил работу. Получается мне показалось, что он шумнее работает. Вот этот работает шумнее, чем в компьютере. И я поставил вот этот и мне тоже показалось, что этот как-то громче шумит в корпусе, чем в компьютере. Такое ощущение, что в компьютере что этот работает тише, а именно в корпусе что этот работает как-то громче. То есть, почему-то именно в корпусе жесткие диски начинают работать громче. И плюс то, что греется. На температуру этого я не смотрел, потому что я так включил-выключил. А этим я ещё попользовался, и получается, когда он стоял в компьютере, его максимальная температура была... Он даже сейчас тёпленький. А когда я доставал, прям был такой прям аж такой уже горяченький. Ну, не то чтобы горяченький, но сейчас он еле тёплый, а был сильно тёплый. И получается, что когда он стоял в компьютере, его температура была 28 градусов, а максимальная, до которой он доходил 30. Потому что в компьютере, во-первых, вокруг него свободное пространство, и воздуху есть куда уходить, а здесь замкнутое пространство, и нагритому воздуху некуда уходить. Плюс в компьютере его ещё кулеры обдувают и охлаждают, а здесь его ничего не обдувает и не охлаждает. То есть, получается, в компьютере жёсткий диск обдувается кулерами, здесь нет. Плюс в компьютере есть вокруг пространство, куда тепло может уходить, а здесь нету, и тепло всё здесь будет собираться, ещё больше его разогревать. И получается, вот он, его нормальная температура, когда всегда он включался у меня, была 28 градусов. А когда в работе, там, когда там что-то на него записывалось, с него копировалось, 30 градусов. А тут, в корпусе, у этого трёхтерабайтника, получается, температура просто при включении уже была 33 градуса. А когда я на него начинал там читать, 34 становилось градус. Это при том, что я только начал. А если бы я с ним ещё попользовался, я думаю, там было бы и 35, и 36, и 37. А то и до 40 бы дошла, потому что тепло в корпусе собирается и никуда не уходит. То есть, ни кулерами не отводится, ни здесь особо отверстий нет, куда бы тепло выходило. Плюс, как бы, замкнутое пространство. Так что... Да, это удобно, то, что он в корпусе лежит, всё такое. Но, наверное, это нужно для того, скорее всего, это подойдёт для того, если вам нужно просто, например... То есть, если вы подключили его к компьютеру, закачали туда кучу своих данных, и дальше, чтобы он не болтался как железяка, вы его положили в корпус и отложили. А дальше, если вам понадобится там скопировать с него какие-то там пару файлов, вы быстренько подсоединили, скопировали файлы и отсоединили всё. Но пользоваться им в таком корпусе долго нельзя, потому что, мне кажется, он быстро выйдет из строя из-за того, что будет перегреваться. Поэтому этот корпус подойдёт просто, чтобы удобно было хранить жёсткий диск, и чтобы можно было быстренько с него какие-то файлы скопировать. Или, наоборот, быстренько на него какие-то файлы закинуть. То есть, если у вас есть там, допустим, я не знаю, какой-то семейный архив фоток на терабайт, допустим, которые из поколений в поколение там передаются, и вы хотите фотку туда докинуть, пару свежих фоток, штучек 100 в раз, быстренько так закинули, там за минутку отсоединили, или, наоборот, какие-то скопировали, всё нормально, в принципе. Ну, скопировали, отсоединили, там посмотрели фотки и с компа удалили, зная, что они здесь есть. Или, наоборот, сюда закинули, на компе удалили, всё, зная, что здесь вот они хранятся. А вот чтобы подсоединить его и с аллодинным пользователем, он сгорит, мне кажется. Вот, поэтому не стоит. Так что, в принципе, как для хранения и для быстрого перемещения данных туда или оттуда можно, но для постоянного пользования нет, потому что сильно греется и как-то шумнее работает. Может быть, питания не хватает, может быть, слабый блок питания, может быть, нужен сильнее. Хотя сильнее плата, там же плата стоит, которая работает, она не рассчитана на такое, я думаю, у неё есть тоже какие-то характеристики. То есть, короче, нужен более другой корпус. Я видел, есть корпуса для 3-5 жестких дисков, с кулером. То есть, там уже стоит кулер в корпусе. То есть, ты ставишь сюда жесткий диск, а над ним кулер стоит. Вот это, да, это хороший корпус, он будет охлаждать. Плюс там, наверное, и питание побольше даётся, чтобы и кулер раскрутить, и жесткий диск раскрутить. То есть, там и питатель будет помощнее, как бы, ну, было питание. А тут, ну, так. Поэтому, это не больше, чем как хранение. Просто, чтобы он не валялся, как железяк, а чтобы более так, в более красивом таком боксике хранился. Тем более, что это этот надо прикручивать, ну, который с одноблинной, а двух блин не надо прикручивать, вы просто, просто, получается, открыли. Ну, здесь мне надо откручивать. Двух блин вы просто открыли. Естественно, у вас уже там ничего не прикручено. Открыли, достали, и быстренько к компьютеру присоединили. Ну, не быстренько, конечно, но открыли, достали, к компьютеру присоединили, и пользуетесь. Вот. Отсоединяется легко. Вот. Вот и всё, отсоединили. Достается. И, в принципе, вот он, достали. Так же и ставится. Но он до сих пор тёплый. Я им уже, не знаю, минут 20 не пользуюсь, он до сих пор тёплый. Потому что, реально, ну, типа, оно там сильно греется. Ну, замкнутое пространство. Так что. Вот, вставили. Чуть нажали, всё, оно вставилось. И, получается, винтики для такого большого не нужны. Они нужны для маленького. Одноблинного. А это двухблинный. Всё, закрыли, защелкнули. Всё, вот вам коробочка, где хранится. Так же приятнее хранить, чем если бы она просто... Ну, или она так будет валяться. Или она вот так будет валяться. То есть, как бы такая коробочка нормальна. Ну, и удобно то, что можно с этой коробочки быстренько что-то скопировать. То есть, вставил, быстренько там раз-раз, но недолго, потому что сильно греется. Чтобы долго пользоваться, это нужно реально покупать корпус с охлаждением, но тогда такой будет стоить раза в три дороже, чем этот. Он реально дорогой. Если этот я покупал рублей за... Ну, за 70 где-то примерно, то... Или за 80. А который с кулером, он будет стоить рублей 250, наверное. То есть, реально дорого. То есть, раза в 3-4 дороже будет. Вот. Ну, в целом... В целом, такая вот штучка. В ней, единственное, что приятнее хранить, и то, что можно быстро к данным добраться. Но минусы, как я уже перечислил, греются и шумнее работает в нем. Вот. Так что... Такой вот корпус для жесткого диска. Ну, а на этом все. Всем покедова. Продолжение следует...